Добрый день, уважаемые зрители! Федеральная налоговая служба определила в числе основных направлений своей деятельности создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей. Для этого она активно внедряет и модернизирует электронные сервисы. На сегодняшний день налогоплательщикам доступно около 70 интерактивных сервисов и мобильных приложений, в том числе личные кабинеты для различных категорий налогоплательщиков. Доступ к сервисам иной информации налоговых органов предоставляется с официального сайта Федеральной налоговой службы. Наиболее универсальные сервисы – личный кабинет налогоплательщика. На сегодняшний день такой сервис используют свыше 3,5 миллионов жителей города Москвы. Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход, о котором мы говорили в прошлом году, используют более 1 миллиона самозанятых граждан. Для бизнеса функционируют свои личные кабинеты. В столице к ним подключено свыше 258 тысяч организаций и 307 тысяч индивидуальных предпринимателей. В связи с проходящей кампанией по уплате имущественных налогов, сегодня расскажем о соответствующих функциях сервиса личный кабинет налогоплательщика физических лиц. В разделе «Налоги» доступна информация о суммах земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, которые должны быть оплачены. Если вы сомневаетесь в правильности исчисленных сумм, то необходимо выбрать конкретный налог, и можно будет увидеть подробную информацию о суммах налога, задолженности по каждому объекту недвижимости, имущества земли или транспорта. Из этих разделов производится оплата по всем налогам или по отдельности. Существует три способа. Банковской карты из личного кабинета. Самый простой способ – аналогичный любой онлайн-покупке через интернет. Через сайт кредитной организации. Для этого вы должны быть клиентом одной из организаций, указанных в личном кабинете, и иметь пароль для доступа в сервис банка. На сегодняшний день почти 50 организаций заключили соглашение с ФНС России. При третьем способе – через сервис формируется платежный документ, квитанция, которую необходимо распечатать. Оплата налогов производится дистанционно через мобильные приложения кредитных организаций или в кассах и терминалах. В разделе «Имущество» доступна подробная информация об объектах, находящихся в собственности, их характеристиках, таких как адрес, вид объекта, вид собственности, площадь. Показана информация, предоставленная Росреестром, в том числе доля владения, дата возникновения права, кадастровый номер. Для транспортных средств показаны модель, год выпуска, объем и мощность двигателя и другие характеристики. Если вы установили, что в разделе «Имущество» отсутствуют объекты, которыми вы владеете, или наоборот, присутствует объект, который не принадлежал вам, то прямо из личного кабинета можно направить обращение об уточнении информации. В ФНС России подготовлены типовые жизненные ситуации, которые могут возникнуть. Полный их перечень доступен в одноименном разделе во вкладке «Уточнить информацию об объектах налогообложения» или «Сумме налога». Если вы относитесь к льготной категории, то сможете подать заявление о льготе. Пользователям личного кабинета не нужно ходить на почту для получения налогового уведомления. Рассылка производится в личный кабинет. Посмотреть и распечатать уведомления можно в разделе «Сообщения». В этом же разделе размещаются иные документы, направляемые налоговыми органами, например, требования в случае несвоевременной оплаты. Из новых возможностей сервиса следует отметить функцию «Семейный доступ», которая позволяет родителям получить доступ к информации из личного кабинета налогоплательщика несовершеннолетнего ребенка и оплачивать за него налоги. Новая вкладка добавлена в раздел «Профиль». Для доступа к данной функции дети также должны быть пользователями личного кабинета на сайте ФНС России. Напоминаем, что доступ к личному кабинету можно получить с помощью логина и пароля, полученных в любом налоговом органе или МФЦ города Москвы, с помощью учетной записи ЕСИА, используемой для авторизации на едином портале государственных и муниципальных услуг, и с помощью квалифицированного ключа электронной подписи. Несколько слов скажем о новых функциях и сервисах для бизнеса. В сервисах «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица» на стартовой странице доступна вкладка «Как меня видит налоговая». В данном разделе содержатся сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности, рассчитанные на основании данных из актуальных деклараций по налогам и сборам, расчетов и данных, полученных из иных федеральных органов исполнительной власти, как в отношении самого налогоплательщика, так и его контрагенток. Во вкладке «Сведения о рисках» размещаются предупреждения о возможных нарушениях и ограничительных мерах. Перечень мобильных приложений расширился новой программой ООСН ФНС России. Автоматизированная упрощенная система налогообложения – это новый налоговый режим, введенный с 1 июля 2022 года на территории города Москвы, Московской и Калужской областей Республики Татарстан для организации индивидуальных предпринимателей с численностью до 5 сотрудников и годовым доходом, не превышающим 60 миллионов рублей. С 1 июля 2022 года новый режим могут применять вновь зарегистрированные организации индивидуальные предприниматели, а с 1 января 2023 года остальные налогоплательщики. Налоговый период – один месяц, ставка налога – 8% для объекта налогообложения доходы и 20% для объекта доходы, уменьшенные на величину расходов. Налоговая декларация по ООСН не представляется. Подробная информация о спецрежиме на промо-странице. Спасибо за внимание.